Приветствую вас, аноним! Ну, что вам хочется сказать для начала? Для начала хочется сказать, что психологи не дают советов. То есть, вот за советом вы обращаетесь, ну, к своим друзьям, к своим знакомым, к своим родным, может быть, ну, никак не к психологам, потому что психологи — это люди, это специалисты, которые не дают советов, не занимаются такими вещами, они просто анализируют ситуацию и на основании анализа дают рекомендации, что делать и как, и проводят работу в рамках тех или иных школ, той или иной методики, а у нас проблема, проблема, в принципе, у всех одни, вот, но методики у всех разные. Вот. Это первое. Второе. Вы пишите, я очень не уверен в себе. В чем конкретно? Вы в себе не уверены. Вот тут вам коллега пишет, что у вас имеет место быть низкая самооценка, вот, но я так не считаю. То есть, я не считаю, что не уверены в себе — это обязательно низкая самооценка. Я считаю, что не уверена в себе может быть связана с тем еще, что вы просто-напросто не делаете того, что соответствует вашим интересам, интересам вашим расчетностям, да, и так далее. Вот. А... поэтому... поэтому... А... поэтому... А... значит, эм... я думаю, что исходить нужно... из этого. Вот. То есть, из того, в чем вы конкретно не уверены в себе. Вот. Это... эм... первый аспект. Второй аспект. Эм... с какого момента вы... эм... почувствовали... неуверенность эм... в себе. То есть, ну вот, именно с какого-вс какого момента. Вот. То есть, как-как, эм... давно вы ее ощущаете, когда вы ощущаете, когда-когда вы... эм... стали ее ощущать, эту самую... эм... неуверенность. Вот. И... эм... впервые... когда почувствовали. Вот. Это... важный... момент. Вот. Вот. Это... эм... тоже нужно... эм... исследовать. А... в чем вы уверены точно... и наверняка. Это... тоже очень... важный аспект. Вот. Вот. То есть, чем вы уверены... эм... какие... критерии... этой уверенности. Вот. И... соответственно... из этого можно создать... эм... фундамент для... для вашей... э... будущей уверенности. то есть, ну, чтобы вы... эм... на что-то опирались. Вот. Понимаете? По-моему, что у него понятно, что без опоры, без фундамента, вы... эм... эм... не можете быть уверены в себе. Эм... в любом случае. Эм... вот. Дальше. Эм... следующий момент. Всегда, когда стою на месте, чувствую себя неуверенно. Эм... вот... честно говоря, эм... я не очень... а... понял, что это значит. Стою на месте. То есть... эм... в прямом ли смысле вы имеете в виду? Вот. Здесь есть... эм... некая двусмысленность. Вот. И у меня вопрос. Для чего вы... создаете эту двусмы... эту... двусмысленность? Во чем она вам? Да? С какой целью? Вот. Я... ибо я уверен, что... не случайно. Не случайно. Вы... ее... создаёте. То есть, может быть, вы создаёте ее и неосознанно. Вот. А может быть, вы создаёте ее... неосознанно. Но... вы... вы... вы ее создаёте. И... конечно же, у меня... к вам вопрос. Эм... для чего вам это? Зачем... вам это? Эм... с какой целью вам это нужно? Вот. И так далее. То есть... Это вопрос логики. А, вопрос смысла. Дальше. Вы пишите, что всегда чувствую неуверенность, когда встаю на месте. То есть, по сути дел... По сути дел... Можно сказать... Что речь идёт... О том... Что как только... Как только вы... Теряете... Обратную связь... С реальностью... То вам... Тут же... Становится не по себе. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот здесь. То есть, когда вы не двигаетесь никуда, когда вы не двигаетесь вперёд... Вы тут же чувствуете неуверенность в себе, потому что теряется обратная связь... С миром. Вот. А обратная связь... Она же... Подкрепление... Того, что вы делаете... Является чуть ли не единственным... Способом... Для вас... Считывать... Информацию... Об окружающем мире. Другое дело... Другое дело... Что подобный аспект... Вашей... Ну вот... Подобный аспект... Вашего взаимодействия с окружающим миром... Говорит о том... Что... Ориентированы вы их... На него... По всему счёту... На мир... Окружающий мир... Не на себя... А на окружающий мир... И... Отсюда... Эм... Тоже могут быть... Серьёзные проблемы... На мой взгляд... Конечно же... Ну... Просто потому что... Если вы... Ориентируетесь... Не на... Себя... Да... Если вы ориентируетесь... Эм... То... Естественно... Всегда будет неуверенность... Потому что... Вас будет тянуть... Ну... Грубо говоря... В разные стороны... Все время и... Постоянно... Вот... Здесь... Момент... Именно... Такой... И... Как я уже сказал... Нужно... Обязательно выяснять... Что вы подразумеваете под... Стою на месте... Дальше... Также не могу сделать первый шаг в знакомстве... Эм... Не могу.... Сделать первый шаг в знакомстве... Потому... Что.... Потому что? Что? Почему не могу сделать первый шаг в знакомстве? Для чего я хочу сделать первый шаг знакомства, понимаете? Вот, пожалуй, то, что вам нужно для себя открыть. То есть вопрос ставится не так. Можете ли вы сделать первый шаг в знакомстве или нет? А вопрос в том, для чего вам это самое знакомство нужно? Во. Ага. С какой целью вам это нужно? Как правило, люди не могут познакомиться, когда, первое, не имеют четких целей знакомства, второе, когда знакомство связано с их желаниями, то есть вот, по факту речь идет о том, что человек хочет познакомиться, но в действительности он преследует свои определенные желания какие-то, вот. в результате чего нормально, нормально познакомиться у человека не получается в силу того, что речь идет как будто постоянно о том, чего человек хочет. то есть это постоянно, значит, меняется, да? Вот. То есть ваши желания сами по себе создают сложность для знакомства, потому что знакомство не может быть по принуждению, по факту. То есть вынужденные знакомства быть не могут. Вынужденные там, например, не свободные, да? А у вас, у вас, это и происходит, как я могу наблюдать. То есть у вас это и происходит, что вы хотите познакомиться, потому что вам это нужно. Вам это важно. Вы в этом нуждаются. Вот. Правда, не совсем понятно. Еще раз повторю, зачем. Вот. Какая цель. Ага. Дальше. Дальше. Следующий аспект. Это аспект уверенности по поводу того, что общего у вас с тем человеком, с которым вы хотите познакомиться. То есть если общего нет у вас ничего с ним, то, скорее всего, ваше знакомство обречено на провал. И дело здесь совсем не в том, что вы что-то делаете не так, а дело здесь просто в том, что по-другому, по-другому, по-другому. А в принципе, не бывает. То есть если между вами нет ничего общего, между вами и с человеком, с хабаром выходите познакомиться там, то и отношения, соответственно, тоже не получатся. Вот. Поэтому я рекомендую вам здесь обязательно обратить внимание на данный аспект и постараться как следует его изучить. Ну и наконец, последнее. Последнее, что хочется вам сказать. Это то, что вы, как это ни странно, совет так и не попросили. Совета-то и нет. Вы не просили совет. Вы не задали вопрос. Никакого вопроса по факту нет. Вы просто изложили факты. Факты, я бы сказал, объективные факты. Да, факты объективные, но этих объективных фактов очень мало для того, чтобы составить общую картину. общую картину того, что с вами происходит. Вот. И потому у меня к вам, собственно говоря, вопрос. Вопрос. Совет в чем вам нужен? Вот если говорить по существу, да, если говорить прямо по существу, то я бы вам рекомендовал больше прислушиваться к себе. И я бы вам рекомендовал больше обратить внимание на себя и на свои чувства. Вот. Я бы рекомендовал вам также больше пробовать каких-то вещей, которые, может быть, раньше вы никогда не делали. Я бы рекомендовал вам определиться со своими целями. Я бы рекомендовал вам определиться со своими целями. Вот. Вот. Чего вы вообще хотите от жизни. Вот. Я бы рекомендовал вам определить источники, источники неуверенности, которые у вас в любом случае не принадлежат вам. Ну, эти источники, они в любом случае не ваши и внедрены они, эти источники, скорее всего, вашими родителями. Ну, это произошло не специально. Вот. Скорее всего. Но ситуация, тем не менее, это не меняет. Да. Того, что это произошло. Вот. Поэтому вот здесь можно порекомендовать вам вот это всё. Но это, по сути дела, выстрел в небо. Потому что, что из этого вам подойдёт, что из этого будет ваше, да, сказать практически невозможно. Ну, опять же, просто потому что слишком мало информации о вас. Вот. И мне кажется, мне кажется, что если вы хотите помощи, реальной помощи, мы можем её дать. Но для этого вам нужно выбрать себе эксперта и, как следует, с ним поработать. Для того, чтобы мы реально могли вам помочь. Ну, это всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я рекомендую в моём блоге прочитать, у меня там всего два блога. Вот, первый блог я рекомендую прочитать, чтобы иметь представление о том, как происходит работа с психологом. Вот, чтобы вы понимали, как правильно формировать запрос, как правильно, ну, более-менее хотя бы получили представление о том, с кем вы имеете дело. Вот. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. До встречи.